Делать преподавателя, вы поняли, что? Просто ни за что деньги получать. Смотрите, вот сейчас я сижу, считаю, что у меня рабочее время, а она сейчас будет поступать, только представьте себя полностью. Вот, пожалуйста, у вас тут документы, садимся рядом. Ну вы же магистратура, это люди-магистры, это не просто студенты какие-нибудь, бакалавры. Так, пожалуйста. Студентка второго курса магистратур, направление конфликтология, Власкина Анастасия. Сегодня я расскажу свой анализ, который я провела, коллективного трудового договора. Я здесь выделила некоторые аспекты, которые где-то у меня есть вопросы, где-то есть предложения, где-то пожелания. Ответы есть на вопросы? Это скорее, знаете, вопросы к размышлению. А, понятно. Так, ну что, мое внимание первым здесь привлекло, это страница 6, основная обязанность работы дателя, правкомов, работников. Вот здесь статья 2.1, пункт Д. В день увольнения отдел кадров обязан выдать работнику его трудовую книжку, с внесенной в нее записью о причине увольнения в точном соответствии с формулировкой, предусмотренной действующим законодательством. Произвести с увольняемым полный расчет день увольнения считается последним днем работника. Так. Последним днем работника? Или последним днем работы? Днем работника. Работы работник. Вот, вот как здесь вообще написано. Работа работника, а как уже это сказать? Так, я вот хотела бы уточнить, выдается ли в данном случае работнику расчетный листок с указанием зарплаты за последние 2 года его работы, то есть это справка из бухгалтерии, для того, чтобы предъявлять ее на следующем месте работы, чтобы ему могли рассчитывать больничные, не по минималке рассчитывать больничные, а с учетом его последнего заработка. Вот теперь вы как раз вошли в курс дела и понимаете, что вот не запишешь в коллективе договор, будешь просить, ну хотят, сделают, не хотят, не сделают. То, с чем я реально столкнулась, да. Поэтому вот иногда говорят, ну что вы там все расписали, это, это, и так ясно. А что ясно? Ясно, когда дают, а если не дают, так вот если не... Я, например, добавил к этому, потому что вы сказали еще, почему только в последний день, написать надо не было, не позднее последнего дня работы. Ну представьте, я до сих пор не знаю, вот я ухожу уже с работы, да, здесь в последний день, ну я хотелось бы деньги за 3 дня хотя бы получить, все отпускные расчеты уже сделать. Так, трудовую книжку, вот мне только сегодня дали, а завтра я уже никто, нигде не работаю, а так бы я уже пошел и разговаривать уже мог бы, чтобы меня оформляли. Вот у меня трудовая книжка, какие-то документы, то есть какая-то вот форма движения. Там есть в коллективном договоре выделяются дни, которые, если людей сокращают, то им как-то даются свободные дни с такой оплатой по тарифу, чтобы они могли где-то там искать себе работу. А вот здесь нужно было бы еще, это такой больной вопрос для работников, вот он уходит, и вот нужно было бы такой документ тоже. Не только, что у него там он получил расчет, с ним сделал, а расчетный, и выдан расчетный листок за месяц. Ну да, потому что я сейчас столкнулась, я на новой работе сейчас уходила на больничный, и у меня спросили, у вас есть ли из предыдущего места работы подобный документ, а его нет, потому что, во-первых, уже организации нет, в которой я работала в прошлом году, а во-вторых, там ничего не выдавалось. И, как я понимаю, там с этим вообще не очень хорошо было. Сейчас я вам задам бестный вопрос. А вы проект коллективного договора написали, в котором это есть? Нет. А по-моему, запрещено это делать? Нет, конечно. Проекты можно написать? Допустим, вы написали, держите даже его дома. Хотя бы для того, чтобы, ну как вот, как должно быть по-нормальному, как некоторые... Вот, к сожалению, вот такое состояние у нас, что вот этого не делали. Я вот, как раз у нас были занятия, только что я говорил, что вот у нас сколько протестующих было этих партий, якобы протестующих против пенсионной реформы. Но, definitely, другую бы реформу предложили, другой бы проект. Допустим, ЛДПР предложила, КПРФ предложила, и третья какая там есть партия еще? Единая Россия. Единая Россия у нас... Нет, Единая Россия уже сделала. Свой. Она-то свою. Единая Россия-то как раз предложила. У нее позитивная позиция. Она предложила свое видение. Но, а справедливая Россия предложила? Нет, ЛДПР не предложила, КПРФ не предложила. Никто из них не предложил другого проекта пенсионной реформы. Что сделать? Меньше лет работать до пенсии. Больше пенсии в полтора раза или в два. Год за полтора считать. Ну кто? Полтора, в два. Кто мешал? Конечно, никто. Все это люди с правами и права, причем с правами, которых у нас с вами нет. Ну там у меня есть всякие степени звания, а у меня есть право на законодательные инициативы? Нет. Я вот, когда двигали мы проект трудового кодуса, я ходил и искал этих депутатов. Потому что если вы не найдете депутатов, а депутаты не очень-то их, они хотят этим заниматься, нести ответственность. Это надо выступать, это надо читать, это надо поправлять, это надо носить поправки. А второе чтение, это когда уже выбрали один из, вот тут сколько должно было быть проектов, как минимум, судя по выступлениям. КПРФ, ЛДПР, справедливое и единое. Четыре проекта, выбрали бы, мы тоже знаем какой, проект «Единая Россия». Но, вы увидели бы, а что тебе предлагают сделать? А на самом деле, знаешь, чем могут отличаться предложения? Только вот в некоторых деталях. А на самом деле предлагают то же самое. Никто же там не предлагал сделать шестичасовый рабочий день, повышение реального содержания зарплаты, увеличение отпусков. Не слышали мы такое. Только ругались. То есть ввели выбранную кампанию. ЛДПР обычно не разрешает ввести выбранную кампанию во время выборов в Думу. Потому что он отберет голоса у «Единой России». А тут, кто просто ничего ни у кого не отбирал, пожалуйста, идите, ведите, как хотите. И они, так сказать, вот набирали голоса. И поэтому они, а вдруг что-то случится с «Единой Россией», есть их заместители. Или «Справедливая», или «ЛДПР», или «КПРФ». Что, если «КПРФ» придет к власти, что изменится сильно? Нет. Нет, конечно. Если они сейчас миллионеров предлагают, будут миллиардеров предлагать. Вся разница. Так. Прошу прощения, что перебил. Ничего. Пожалуйста. Так. Следующая. Страница 7. Порганизация производства. Я не только на вас нападаю, что нет этого проекта. Пригорь Вячеславович. Есть? Нет, нет этого проекта. Ну, я еще всего лишь магистр. Вот, когда буду в аспиранторе, тогда, возможно, я и напишу свой проект. Мы уже работали. Значит, право будет. Вот видите, какая сейчас молодежь. Будем старыми. Пойдем, напишем проект коллективного договора. Того предприятия, на котором я раньше работала и ничего не могла добиться. И который уже закрылся, и уже его и нет. Вон, пойдите, Карла Маркова, где завод? Вот там чистое поле, там строят дома. Или Красная Заря. Или он, сейчас фабрика есть, Азарт. Азаров у меня еще учился в Университете марксистово-ленинизма. Горкова партии, директора. Нету этой Азарта. Все, конец. Выборгский район там, что-то, с хором покатил. А где русский дизель? А русский дизель выбросили во Всеволожск. А потом оттуда выбросили этот весь русский дизель из Всеволожска и поставили там Ford Motors Company. Вот теперь там забастовка сейчас. Так, идем дальше. Реорганизацию организации, слияние, выделение, присоединение, разделение, ликвидация, равное изменение формы организации производства производить с учетом мнения правкомов. Так, что мне здесь... Вам понравилось или не понравилось? Сейчас. А каким образом будет учитываться мнение правкома при осуществлении... Ну, правком будет против, например. Друдовой кодекс считали? Да. А как процедура, в чем учетом мнения? Вы же там расписаны все. Ну, правком у нас будет... Ну, то есть будет согласование с правком, если какие-то... Не будет согласования. Это учет мнения, это совсем не согласование. Так вот, учет мнения, учет мнения, это же, ну, очень такой... Процедура в чем состоит? Повторяю процедуру. Вот я генеральный директор, а вы председатель правкома. Начинается учет мнения. Согласно Трудовому кодексу я не могу просто взять и приказ сделать о том, что сократить вам дарплату вдвое. Что я должен сделать? Спросить на что? Нет. Я сначала должен сделать проект приказа. Письменно. Второе. Обоснование я ему должен сделать. И вот эти две бумажки вам передаю. О. Ваши действия. Ваши действия такие. Если вы согласны... То мы ставим подпись, что согласен такое. А если вы не согласны, то вы должны мотивировать. Я-то обоснование должен. А вы мотивируете, ну, хоть что-то скажите, почему вы не согласны. А вы только смотрите на меня злобно после этого. А вы даже не просто злобно смотрите, а скажете, что потому что это подрывает вообще заинтересованность работников, высокопроизводительное труде. Это приведет к ухудшению климата, морального обстановки. Это подорвет вообще и предприятия, и семьи, и так далее. Написали. Написали. Следующее. Что должно сделать согласно процедуру учета мнения. Но нужно же, чтобы другие члены правкома подписали эту. Ну, я чувствую, вы трудовой... Я как генеральный директор, трудовой кодекс считал. Чтобы вы не говорили, что я нарушаю закон. А вы как, председатель правкома, трудовой кодекс в этом разделе не читали. Я говорю, нет, я вас приглашаю, приходите завтра ко мне в кабинет. Мы с вами поговорим. Это называется в кодексе трудовом консультация. Консультация. Я должен... Я обязан с вами провести консультацию. Это моя обязанность, не ваша. Я обязан. А вы не против со мной поговорить, правильно? Вы придете. Вам кофе, чай? Что? Вот. Мы сидим, пьем кофе. И вы там все, что думаете про меня, можете высказать. Я даже и спорить не буду с вами. Все, что вы думаете, какой я злодей там. Такое. Я говорю, да. А вы мне продолжаете. Я говорю, да, да, мы капиталисты, да, мы такие, да, а вы все, да, вы ухудшаете, да, ухудшаете. А что делать? У меня острова, их платить надо. В общем, поговорили. Что после этого? После этого процедура соблюдена, и я на следующий утро издаю приказ. Все. Но наше же мнение не учитывается. Как это не учитывается? Это я учел ваше мнение. Я мнение ваше, я вас выслушал. Но оно же не принимается тогда во внимание. Принял во внимание. Думаю, я вот принял во внимание. Но поступили-то все равно по-своему. Естественно. Тогда зачем спрашивать наше мнение, если вы поступаете по-своему? Вот учет мнения в этом и состоит. Учет мнения. Вот вы придете ко мне на экзамен. Вот. Я говорю, как вы хотите оценочку? Вы скажете, отлично. Хорошо. Вам два. Но я мнение ваше выслушал, учел, учел. Ну. А что вы после этого скажете? Ничего не скажете. Вы чего? Ну, тут такой процедуры нет. А тут, видите, как растянутся. Это бумага, бумага. Вот эти бумаги я буду складировать. И, если что, вы идете в суд, скажете, вот все. Ответите закону, что сделано. Это учет мнения. Тогда, может быть, прописывать в коллективном договоре, что не с учетом мнения, а... А, а вот у него как раз в этом коллективном договоре и переформулировано. В этом коллективном договоре есть целый ряд пунктов, их много. И это один из немногих, может быть, штуки на всю Россию, в которых без ссылки на КЗОД, потому что в коллективном договоре, может быть, лучше к условиям, чем в законе, но не хуже, здесь стоит согласование с единым представительным органом, потому что тут сразу два профсоюза. Согласование. Вы такие пункты видели, читали про согласование, согласование, согласование. Вот если согласование, то другая схема. Я пришел к бумаге, а вы берете и тут, и согласовываю, и подпись, и все, и все, и все, и все, и все, и все. И даете, хотите мне кидаете, хотите мне ветвенько так и даете, а результат тот же самый. Если вы не согласовали, все, я не могу. Так, а здесь-то вот формулировка производить с учетом мнения правкома. Это в этом месте. Это в этом месте. А в других местах? Тут что именно имеешь в виду? Слияние, реорганизация. А потому что на самом деле это слияние, реорганизация, ничего не сделаете вы. Тут ничего вы не сделаете, потому что здесь все права у капиталистов. Нет этого предприятия, закроют его и все. Ну, получите вызов, если вы члены профсоюза за три месяца, если не члены профсоюза за два месяца. Ну да, уведомление. И все, и будьте здоровы. Поэтому здесь вот они хоть, а учет мнения, хоть разговор будет состоится. Разговор состоялся у нас же, кофе запили, незабываемо напоследок. Поэтому здесь ничего не... А в тех местах, где можно сделать, вот скажем, ухудшают вам условия труда, снижают зарплату, без согласования нельзя. Уволить главное нельзя. Вот все, что вот тут написано, человека, которого с учетом мнения увольняют, не волнует. Почему? Потому что это все для других. Вот, а у вас уже... А вот если написано по согласованию, а тут именно увольнение по согласованию. Вот это и есть самое главное. Потому что иначе это бессмыслица для членов коллектива, коллективный договор, в котором они, как бы, не будут уже присутствовать в этом коллективе, ничего не означает. Поэтому вот у них второй коллективный договор, который заключен и висит на другом сайте, на сайте Московского отделения фонда рабочей академии. Вот у нас доклад был, товарищи, который рассказывал, что там хуже условия. Там хуже, но у них битва была и забастовки были у них за согласование. Вот они по вопросу о согласовании больше всего этих переговоров и разговоров. И полностью пройдена вся процедура, и они нависали все время. В любой момент могли начать забастовку. И они сохранили согласование в некоторых местах. Гораздо меньше, чем в этом. И тот хуже. Но сохранили. А если бы убрать это, то вот мы можем написать всякие блага, только вас уволят, и вас они не касаются. И все. То есть если согласование заменено на учет мнения, а в трудовом кодексе РФ по сравнению с ГЗОД, РСФСР, которое до 2001 года было, там было согласование, а здесь везде учет мнения. Вот если бы здесь ссылка была сделана на ГЗОД, то естественно это отпало. А здесь никакой ссылки нет. Вот там я имею в виду те пункты, те согласования. Лучше-то может быть? Конечно, может. Так что вот это вот очень важно в этом коллективном договоре. Здесь вы выразили сожаление, что здесь нет, но здесь невозможно просто ничего сделать. А как? Что вы можете тут сделать? Вы же не собственники. И экономическая власть не у работников. Ну, закрою это все. Ну, скажут, я вот собственник предприятия. Да надоело мне это предприятие. Сейчас вот все это продам и уеду на контроль. И все. Все. Что ты делаешь? Или как мы видим, сегодня он занимается железорудной промышленностью, завтра он мясом, потом вдруг он цветами, потом еще какими-то тряпками, ничего угодно может. И имеет. Эти он продаст, акция купит, другие. И все. Так что это вот. То есть это место, в котором ничего, к сожалению, попытались тут что-то сделать докеры. И что они сделали? Написали этот учет мнения. У них есть такая машинка, куда тут бросается бумага, на которой может важное что-нибудь написано, чтобы она никуда не уплыла. И она сразу... Это не называют они этот учет мнения. А, шредер. Так, идем дальше. На ваш доклад пришли еще три магистра. Вообще вы рекордный собрались. Рекордный сбор. Успех. Конечно. Так. Далее, страница 9. Последовательно сокращать количество работников, занятых в ночную смену, без снижения интенсивности обработки судов, вагонов и других транспортных средств. Хорошо. Если мы сокращаем количество работников... Что мы говорим, что сокращаем? Тут ничего нет, тут никакого не указано на какую величину, поэтому это пустой. Ну, вот меня интересует... Пустой, по-моему. Тогда зачем он прописан, если он пустой? А вообще настроение, чтобы было такое. Чтобы можно отдельно потом снова эту тему поднимать. А-а-а. Но он не решен. Что такое последовательность сокращать? Ну, вот меня этот момент и заинтересовал, как готовлюсь к последовательному сокращению такой работы. Да, готовится, все, принимаем вход, пускаем в ход силы, намечаем, планируем. Вот, не знаю, в этой пятилетке, в следующей, или через 10 лет, или когда вы умрете, или когда я умру. Ну, будет-будет. Понятно. Вы имеете дело с квалифицированным работодателем. Мы совместно это сделали, коллективно такого такого хорошего, а вы придираетесь. Ну, наверное, моя задача в этом и состояла, чтобы хоть где-то придираться. Это будет означать, что я действительно это читала и думала над этим. Злой вы человек. Нет. А вы добрый. Так, далее. Вы не так ответили. Он-то товарищу милел людской, лаской, а к прогуставал железо тверже. Это из Майковского уже. Так, при проявлении работниками инициативы, повлекшей улучшение в организации производства, поощрять работников материально и морально по согласованию. С правкомом. Как рассчитать это? Раз по согласованию, то правком он придет, с проектом приказа, что он поощряет на 3 рубля. И он скажет, не стыдно вам? Давай хоть 300 рублей. А иначе я не подпишу. Раз по согласованию, вот, представитель правкома, вы откажетесь подписывать. Ну, хватит издеваться над народом. Ну, что вы там, не жадящиеся. Вон, вам сделали такие вещи, вас обогатили, а вы хоть 5% от этого отдайте на поощрение. И дальше вам будут делать. А не будете, никто вам не будет делать в следующий раз. Вот вы ему скажете, скажете, иначе я не подписываю. Идите, переделывайте. То есть, если у вас согласование, то вы скажете, идите, переделывайте. Приходите, новое. А это не согласовываю. То есть, тут есть за что зацепиться. Дальше. Так. То есть, размер вы конкретно не указываете, потому что там конкретно, вот вы можете просто посчитать, вы обосновали, а вы сколько прибыли получили от этого? Еще от этого, так сказать, от 0,00000 собираетесь давать людям? Ну да, нужно же как-то это и рассчитывать. Ну, давайте. Так, далее. Страница 10. Не допускать возложения на работников ответственности за ущерб, который может быть отнесен к категории нормального хозяйственного риска. Мне кажется, здесь нужно прописать понятие, что такое нормальный хозяйственный риск. Это прописать невозможно. То есть, вообще всякая деятельность, они же сами говорят, мы рискуем, мы предприниматели, мы на себя берем ответственность. Да? Ну, вы берете на себя ответственность, так и берите, а что вы перекладываете на рабочих? Это могло и получиться, могло не получиться. Поэтому это, то есть, тут принципиальная постановка вопроса, что есть вот, а как вы считаете, в какой нормальной, чтобы все получится? Такого не бывает. Конечно. Количество боя, количество бурья. Ну, вот я и говорю о том, что здесь нужно прописать, что под ним понимается, под хозяйственным риском. Например, ссылка на приложение. Ну, сделать расчет в приложении и прямо в самой статье написать, что SM-приложение. Правильно. Я, как человек вредный, вы так сказали, вы когда будете проект писать, коллективный договор о своем предприятии, вы не забудьте этот момент. А я вот учту все свои записи. Даже если вы не будете никому предлагать, все равно у вас будет позиция продуманная. Правильно? Ну, конечно. И где вы всегда скажете, обоснуете. То есть, не то, что скажут, почему человек сразу отвечает, откуда у него такое в голове? Ну, потому что, если человек продумал уже этот вопрос, значит, он может свободно об этом чему говорить. Ему трудно возражать из-за этого, потому что у него-то нет, а у вас есть позитивная программа. Вот так и так. Идем дальше. То есть, коллективный договор, он приучает к тому, чтобы не заниматься просто отвержением и отрицанием, а он настраивает на то, что надо сделать. Правильно? Что сделать нужно. Дальше, поехали. Так, сейчас посмотрим. Тоже страница 10. Беспрепятственно предоставлять каждому работнику в полном объеме информации о персональных данных, хранящихся у работодателя. Чего-чего? Информация о чем? О персональных данных. Далее, вот заинтересовало меня следующее предложение. Данные о допущенных работниками нарушениях трудовой дисциплины и последовавших взысканий хранить только на бумажных носителях информации в течение, как правило, не более пяти лет. А почему именно на бумажных носителях? Почему? Потому что щелкнут и отправят сколько этих адресов, сколько данных ушло через интернет. Миллионы. Но бумажку тоже можно забрать из сейфа. Или где там в архиве хранится. Миллионы вы не заберете в бумажке. Это будет тонны. А вот это уходит от щелчком. Это неправильно щелкнуло и ушло. И все. Аккаунты. Миллионы аккаунтов обращаются, ушли. Их продают. И так далее. Не знаю, правда, зачем их продают, но, видимо, там пользуются этим люди. Потом снимают. Так, далее. Страница 11. Переоформление с работником срочного трудового договора на бессрочный трудовой договор, а также отказ ему в этом производится по согласованию с соответствующим правкомом. В каких случаях тогда все-таки происходит переоформление с срочного на бессрочный трудовой договор? Во всех. Тут написано переоформление срочного на бессрочный. Какого дьявола у вас может срочный договор? Где может быть срочный договор? Срочный договор Это особый случай, когда вы собираете апельсины. Апельсины собирать нужно полтора месяца, ну два, по окончанию этих. Поэтому на этот период, или едут в Финляндию и собирают клубнику у некоторых наших граждан. Ну вот на два месяца, или на полтора месяца, или на месяц заключили договор. Выполнился договор, срочный закончился. А какой может быть срочный договор, когда работа ваша постоянная? Тогда зачем здесь вообще прописано про срочный договор? Главное не про срочное, главное, что согласование с профсоюзом. То есть вас никак нельзя убрать с вас, так хитро написано, что у вас договор на неопределенный срок нельзя перекинуть на срочный. Вот уж что-то. Завернули. Зашифровано. Понятно. А потому что у всех на неопределенный срок. Вот скажем, у нас сейчас в ВУЗе что делается? У нас был обычно всегда договор на 5 лет. По конкурсу. Потом раз, и сделали конкурс один год. Год всего. Мы только в первые полугодия работаем, потом в вторые полугодия оформляем документы. Сейчас опять стали. Я вот сейчас на 3, у меня кончается в январе. Ну вот мы, значит, что такое делаешь за 5 лет? За 5 лет на книгу можно написать. А что можно делать за год? Ну, несколько статей. Давайте, говорит, статей и всё. И вот это всё это мельчает у нас работу. Люди бегают с бумажками и занимаются вот этим делом. Ну, а как человек был токарь, он и есть токарь. Какой срочный договор? Я на Кировском заводе выступал, с профессором Казёновым мы выступали, а там свой профсоюз Кировского завода. И вот они говорят, нас, спрашивают работники, нас заставляют переходить на срочный договор. Я говорю, как заставляют? Ну, как вот, бьют? Не, не бьют. Или вот в дверь и руку, значит, вот сюда вставили и начинают закрывать. Делают? Не делают. Ну, как могут вас заставить? Вы, наверное, понимаете, что такое срочный договор. Это значит, что закончится срок годовой, там, полуторгодовой, двухлетний. И всё, его расторгают. Основание, окончание срока, срочного договора. Что может быть ещё выше, чем вот это? Что может вас напугать больше, чем вот это? Ну, раз вы соглашаетесь, ну, вы просто дураки. Если вы соглашаетесь, переводите на срочный договор. И не надо рассказывать, что вас заставляет. Может быть, там просто условия создают, что у них не остаётся выбора? Как это не остаётся? Ну, самое страшное, что может быть... Какие условия могут быть более страшные, чем увольнение? Срочный договор – это увольнение отложенное. Вас собираются уволить, а вы соглашаетесь на это. Так вот именно, что они оттягивают сам факт. Если они откажутся, их уволят, например. Нет, их не уволят, потому что нельзя уволить. На определенный срок это морока. А на срочный договор никакой мороки нет. Вот кончился вот у вас сейчас, вот у вас срочный договор. Да, это 18 часов. В 18 часов я у вас увольняю, и всё. И всё. И никуда вы не пойдёте, никаких судов, ничего нет. Срочный договор – это гарантия увольнения без возможности восстановления. А неопределённый срок – это, значит, во-первых, надо… Так, это первый надо вам выговор объявить. За что вам выговор? Да, она ведь позже вас пришла. Так, первый выговор – раз. Но нельзя же сразу. Потом смотрим, за что ещё. Вот я не знаю, что за что. Надо второй ещё вам выговор. А на третий раз я могу уже увольнять по статье для тех, кто не… А тут я набрал один, а потом время прошло, год, он уже снят у вас. На второй можно уволить, неоднократно я там написал. А два – это уже неоднократно. Так два нету. Не набрал. Ну, придумаешь. Ну, я не набрал. Что я могу сделать? Не могу. Вот я уже один объявил его рабочим. То есть, это очень… То есть, на самом деле, суды, потому что, скажем, на руководство там страны не нужно, чтобы у нас была постоянная, так сказать, такая нервозная ситуация, а в основном восстанавливают. Правда, могут вам, вы можете судиться там, может, 6 месяцев, потом там вам выплачивать. Вот. А бывает так, что восстанавливают, но всё равно работы ничего там не дают работать, практически вытесняют. Ну, это отдельный уже вопрос. Ну, если сам человек переходит на срочный договор, он приближается к развязку быстрее. Это точно приближение. Зачем вы? Кто-то хочет вам сделать хуже, а вы хотите это приблизить? Нет, конечно. Хотите, я вам раньше поставлю двойку. То есть, на экзамен неизвестно, вы, наверное, пятёрку получите. Ну, хотите двойку сейчас. Но сейчас, зато быстрый экзамен. Срочный. Вот экзамен на следующей неделе. Приходите на следующей неделе, я договорюсь там, чтобы с бедом издали. Ну, у нас сейчас трудно. Как-то не хочется. Ну, вот, видите вы. А то вы говорите, создаю. Я вам создаю обстановку, а вам не хочется. А что я могу с вами сделать? Нам не разрешено. Бить нельзя студентов, магистров тем более. Так, идём дальше. Далее, это страница 19. В случае болезни работнику в течение календарного года по заявлению предоставлять 3 дня неоплачиваемого отпуска без предъявления медицинских документов, удостоверяющих факт заболевания. Чем это тогда будет отличаться от того, что вот я взяла 3 дня за свой счёт и сижу, как бы, мне их не оплачивают. Тут уже не важно, болею я, не болею, поехала к маме на юбилей или просто не захотела приходить. Вам не обязаны давать за свой счёт. Не обязаны. Нет такого обязательства давать вам за свой счёт. Могут давать, могут нет. А тут обязанность есть 3 дня. Вот он может один раз получить. Это какой случай, знаете? Как вы думаете, какой? Сдохер. Здоровье мужики. Выпил человек. И понял, что придёт завтра на работу, его уволят. Он приходит, приносит бумажку, попрошу мне в соответствии с пунктом вот этим. Ну, один раз за год случилось с человеком. Всё время ходил как стёклышко. И вот он вдруг повис. Причём ничего не делать. Он приходит, пишет, вот в соответствии с пунктом таким-то. Раньше это было предусмотрено вообще законом. Было, так сказать, венесерством было такое. Что можно, может человек взять вот с плохим самочувствием 3 дня. Ну, они это там выкинули, а они эти записали. 3 дня. Вот он, Аня, записала? Понятно, какое там плохое самочувствие. Какое плохое? Знаете, как когда выпьешь полтора литра водки, какое там плохое самочувствие? Ну, вот вы не понимаете. Значит, вы не можете понять душу. Нет, не могу. Ну, вот поэтому. Совсем не могу. Вот и как я могу вам поставить отличную оценку? Если вы душу не можете понять работника. На что вы меня подбиваете? Пить полтора литра водки? чтобы вошли в тему. В тему прониклись. Прониклись и сказали, молодцы, что вот, ну, сбился человек, ну, ошибся, споткнулся. Ну, споткнулся человек, его сразу плетью, сразу бить надо или нет? Здесь вопрос об этом. У всех есть недостатки. Ну, есть у человека недостатки, но он нормальный, хороший работник. Всё время хорошо. Вот случилось такое раз в году. Ну, бывает? У вас всегда всё хорошо. Мы будем за вами наблюдать. Будет служба наружного наблюдения. Будем смотреть. Вышла оттуда, зашла оттуда, потом пришла сюда, здесь написала, оттуда взяла. И так далее. И найдём у вас недостатки. А если будете доказывать, что их у вас нет, то это теоретически даже не будет. Нет, я не буду доказывать недостатки. Ну, раз не будете, вот остается только зафиксировать их и применять меру. А тут вы раз и бумажечку сразу. А я в этот день, когда вот мы нашли. Болела. Болела. Три дня болею. Отойдите от меня. И мы от вас отошли. Вот. Так? То есть это очень хороший пункт. Идём дальше. Жизненный такой. Ну, видите, въедливо, то есть ничего не пропускает. Нашла жили. Вас она не повторяет, это совершенно самостоятельный доклад. Только что здесь не случится. А, вот. В четвертом квартале текущего года совместно с правкомом рассматривать вопрос страхования жизни и здоровья от несчастных случаев и про заболевания работников. Да. Я бы, наверное, здесь что-то прописала подробнее именно о страховании жизни и здоровья. То есть там порядок, может быть, в приложении какие-то ссылки сделала там в соответствии со статьёй такой-то. Ну, как-то расширила бы. Есть такой образец что в пункт ваша поправка? Ну, нет. Ну, это, как сказать, то, над чем, мне кажется, можно поразмыслить и добавить. Да. Ну, вот, ну, вот, понимаете, как вот это всё сводится к тому, что вот сидят люди, а это люди обычные, рабочие, им это трудно делать. Но надо же не просто вот общий собрать, надо писать такой пункт, чтобы он работал ещё. Ну, конечно. И люди, ну, вырастают на этом, они формулировки дают, это очень хорошо. Тем более, что вот эта переговорная группа, она освобождается до трёх месяцев с оплатой посреди. Ну, так и что, если вас освободили, так думайте, пишите, давайте приносите и так далее. Так что это нормально. То есть вот в это время можно это всё и написать. То есть сейчас это пункт для настроения, да? Да. В смысле для настроения? Я бы сказала, для размышления, может быть. Так. Что тут у меня? Ну, человека нету в размышлении, только настроение есть. Это у вас размышления, а мы тут. страница тридцать четыре. Подготовка проекта нового коллективного договора. Для ведения переговоров и подготовки проекта коллективного договора создаётся комиссия из равного числа представителей сторон. то, чтобы я, наверное, добавила, чтобы прописать порядок создания комиссии именно в этом документе, это зафиксировать также в приложении. Зачем? Это вот пункт этот написан для чего? Это туман. Знаете, как вот корабли сражаются, то пускают дымовую шашку и завеса дымовая. Ну, как вы думаете, когда, кто будет готовить вам проект коллективного договора? Что вы думаете, вот мы сейчас с вами, я работодатель, вы работаете, будем готовить проект? Если вы пришли готовить, вы уже проиграли. Вы должны прийти, а вы вот сразу вот оттуда, что вот товарищи, которые заключили сегодня договор, вот этот, они пишут сейчас проект договора следующего года. Почему? Потому что через три года можно будет продлить договор, который сейчас есть. Но если через три года не будет проекта, который по всем позициям улучшает, его не продлят. Зачем я буду продлевать? Я все ухудшу. Если мы сядем с вами, то будет еще хуже. Если вот это уже будет как проект взято, правда? Раз старый договор он кончается. Значит, естественно, я буду шерстить по всем пунктам и ухудшится все. Поэтому это вот, это пункт для отвода глаз. Понятно. К проекту надо приходить. Сначала вы делаете проект, раз. Во-вторых, вы этот проект распечатываете, два. Вы пишите документ на страницу, что хорошего в вашем проекте и обходите все коллективы, все бригады, все, значит, какие у вас есть подразделения и везде принимаете решение, во-первых, поддержать этот проект, во-вторых, избрать делегатов, и третье, обязать делегатов голосовать за этот проект. После этого, когда это все вы провели, и у вас уже в кармане поддержка трудового коллектива, вы пишете письмо. В соответствии с пунктом таким коллективного договора предлагаю начать переговоры. И приходите и говорят, ну давайте. Собственно говоря, у нас уже есть проект, видите, как у вас доклад пользуется, люди со всех сторон сбегаются. Человек опаздывал и то побежал со всех сих. Специально для моего доклада правда бежал? Да. Да, вот он честно говорит. Побожитесь что специально. Нет, я не думаю, что он бы сказать. Так, понятно, да? Да. Вот это вот, но это что такое? Это же переговоры, мы же что сделаем? Это идет, идут переговоры. Тут аргументы, это и силы, но и хитрость тоже применяется здесь. А как же? Например, делаются одинаковые пункты в разной формулировке. И потом торгуют ими. Я скажу, ладно, вы сдаете этот пункт, мы сдаем этот пункт, вы сдаете этот, мы это потом раз, все закончили, а у вас еще три. Три этих пункта осталось в разном написании и сохранили. А не все за этим смотрят. Это же переговоры. Переговоры, серьезное дело. Вот, нужно готовиться. Так, дальше. Так, последнее, что меня смутило. То есть, мы же с вами имеем дело не с проектом, а с результатом. У нас уже готово. Это итог борьбы. Вот борьба закончилась, и на поле брания остался вот этот проект. Поэтому там некоторые плохие, плохие формулировки есть, а некоторые специально запутанные, чтобы их можно было распутать в нужный момент и так далее. Тут, это искусство уже. Искусство, так сказать, введения переговоров, это же нормально. искусство борьбы за коллективный договор. Но и главное, чем лучше коллективный договор, чем труднее его заключить. Правильно? Конечно. А хороший коллективный договор без обастовки вообще заключить нельзя. Почему? Вы хотите у меня 10 миллионов вынуть из кармана. Ну, давайте, с вашей красноречия, как вы будете? Красноречия у меня 10 миллионов вынимать. Никак вы выйдете. Никакой красноречия вам не поможет. Поэтому тот, кто думает, что переговорами, какой-то учебой, психологической, можно... Да что ваша психология? 10 миллионов, что ли, я отдам? Да никогда. Я лучше удавлюсь, чем вам, да, 10 миллионов. Или лучше вас удавлюсь, чем меня. Чем меня удавлюсь. Так. Так, что дальше? Система оплаты труда. Здесь прописаны изделием на премиальная система оплаты труда, во временном премиальная система оплаты труда и аккордная оплата труда, окодная. Но тут ничего такого особенного нет, то что прописано, везде такое бывает. То есть, обязательно должна быть формулировка, какие есть системы, но здесь нет, на всяком случае, может быть, я не нашла, какая система оплаты труда применяется. Ну, то есть, какую лучше применять на данном предприятии, выгоднее. применяется отдельно премиальная. У них, значит, выполнение норм и за более быстро, и за перевыполнение норм еще отдельно. Есть заработок, есть преработок. Они это знают. Но у них есть целый раздел. Там же целый раздел по зарплате есть. Есть. Так, дальше. Вот, ну, у меня все. Ну, а выводы? Ну, это документ, на самом деле, хороший, его стоит почитать, посмотреть, но посмотреть таким придирчивым взглядом. Есть моменты, как вот правильно сказали, туман, над которыми стоит подумать, и без разъяснений, на самом деле, там не разобраться. Но, в любом случае, есть, что дорабатывать, есть, что, ну, возможно, еще улучшать. Только, конечно, наверное, работодатели на это не очень-то захотят пойти. Ну, вот руководствуясь таким проектом, могли бы вы создать проект своего предприятия, предприятия трудового, своей организации? У нас предприятий теперь нет уже, знаете, да? Настолько организации? Своей организации, ну, не знаю, возможно. Есть у вас такое? Конечно. Гражданское есть? И никому не показывать? Да. И положить в стол. Положить в стол и гордиться. Да. Мне это написать в проект Кольсеноговор ничего не... Вот у меня. Ну, кому-то хотите вы дойдете почитать? во всяком случае, с точки зрения уяснения вопроса, какое есть такое понятие, да, и в науке, для уяснения вопроса он вообще делает. Некоторые пишут рукописи и никогда их не публикуют. Вот Маркс, хорошая кандидатура. Конечно. Маркс, прежде чем написал капитал, во-первых, он написал три тома есть такие, теории прибавочной стоимости. Это он просто описывал, как бы рецензии писал на работу предыдущих экономистов. Это почему-то называется четвертый дом капитала. Уж никак это не четвертый, потому что это было, предшествовало его работе над капиталом, изучении того, что сделали там Адам Смит, Рикардо и другие экономисты. Кене. А затем была написана экономика, философская рукопись 58-59 года. Огромная. Для уяснения вопроса самому себе. Почему? Потому что новый человек делает, не знает, как оно родится. Вот он написал, в которой есть всякие ценные формулировки. Например, определение производства, определение собственности, потому что в капитале этого нет. Марк считает, ему это все известно, то и нам значит все известно, а нигде нету. А вот там есть. Потом 63-64 годов опять вторая производная и снова такая. А потом он сидел и делал первый том капитала. Сделал первый том капитала, издали его и умер. А второй и третий том капитала доделал Энгельс. Сидят на фотографии с такими вот уже в очках, чуть там неослеп. Энгельс это все довело. Огромная работа. Третий тон толще, чем первый, но второй потоньше. То есть для развития человека, для будущей работы, это вот такое дело, скажем, попытаться сделать, не то, что, скажем, сделать замечание, но согласитесь, замечание, вам легко сделать замечание всякие, правильно? А взять и написать что-то вместо вас, это другое дело. Поэтому вот такую вещь, как попробовать написать проект такого коллективного договора, у вас вот есть какой-то задел, вы посмотрели, у вас есть уже понимание, что лучше, что хуже, ну и сделайте лучше, тем более, что заведомо должно быть лучше, потому что это тот, который ухудшался в ходе переговоров. Неужели вы думаете, что при переговорах с работодателем он ухудшается? Ну конечно нет. Он ухудшается, поэтому так вы нарисуйте лучше, как бы вы написали. Потом вы можете, сейчас ведь такое время, что вы можете написать проект коллективного договора какой-то образцовый, как магистр, и вы раз и вывесили у себя на странице где-нибудь ВКонтакте и все, кто хочет, может брать. Имеете право? Да. Интересно же это было дело? Но если вы это полезно сделали, хорошо, и действительно с пониманием этого дела, то вы и себя продвинули, и других. А вы сказали, пусть рабочие мучаются. Понимаете, как трудно это сделать, написать? Как себе представляете, как рабочие составят коллективный договор? Вот этот Федотов, который составлял проект коллективного договора, он закончил с отличием по экономической специальности Лесотехнической Академии, и потом у меня был в ИПК, когда я работал, он защитил. Вторую специально получил право юриспруденции. По юриспруденции диплом получил проект Трудового кодекса, который мы делали с ним, вот он и выставил как диплом. Проект получил 189 голосов депутатов Государственной Думы. Вот он, счет сделок. И мы пользуемся это думать, кто написал? Это все один человек написал. Это докер, это все один делает. Нету этой, какая комиссия? Комиссия это все жуют, когда уже есть одни проект, другой проект, а это делать, надо честь и написать. Или Маркс и Энгельс прямо вдвоем писали, ручка. Держат он, говорит, Кишот. Кто написал раньше коммунистический манифест? Принципы коммунизма. Написал Энгельс, потом отредактировал Маркс, и получился коммунистический манифест Маркса и Энгельс. Кто раньше написал экономическую работу? Маркс или Энгельс? Энгельс положение рабочего класса в Англии. Первый том. Начинается собрание сочинений Маркса и Энгельса работы Энгельса положения рабочего класса в Англии, где он при условии пишет, что я оставил эти салонные разговоры, но папаша у него был небедный фабрикант, я оставил красное вино и на три года поехал в Англию, там, где передовое производство, чтобы пожить вместе с рабочими и описать их условия жизни. И вот он и написал вот такой. А Маркс потом прочитал это и решил заняться политэкономией. Вот как получилось благодаря Энгельсу. Так что всякое бывает. То есть думать вот как магистры, кто такие это люди, которые придумывают как себя развить, правильно? Какие есть приемы. Ну вот если просто слушать и повторять, ну так попугаи хорошо повторяют, например, если их закрыть, потом они и повторяют. Скажешь они повторяют. Вороны могут повторять, но обезьяны мало, мало и хуже повторяют. То есть в этом ничего такого особенного нету повторений. А вот сделай такую работу, не такую, которая безответственная, она никого не трогает, а такую, которая на самом деле предполагает, что вы где-то работаете, понимаете уже, что такое работа, что такое увольнение, что такое условие труда, что такое зарплата, и что-то цельное сделали, не куски, там, не замечания отдельные к тому, потому что я, например, если возьму картину, я уж любого художника, я обязательно могу и кепку прорисовать, папиросу, но художником не стану. А вот нарисовать, ну, это я не могу. Поэтому вот это, понятие, другое дело, то есть создать какой-то проект коллективного договора и просто его рассмотреть, критически оцените, это разные вещи. Правда, есть вот такие люди, как Беринские, которые как бы оценивали другие произведения, и у них так художественно это получалось, что он как писатель сам высоко ценится, но это редкость, конечно. Все-таки мы различаем писателей и рецидентов. Конечно. Отличаем. Поэтому побыть писателем, но все люди великие, они писали сами чего-то. Поэтому ну, вам же что-то предстоит, вы же будете какую-то работу делать, вот это и есть самое главное. Оно это шире, чем какую-то работу, она ограниченное значение имеет, а вот такой сделать проект коллективного договора, как вы себе, если бы я был директором, а тут если бы я был председателем правкома и крупного предприятия, я бы сделал вот такой коллективный договор. И с этой колончи вы можете потом смотреть на все остальные, как некий критерий оценки других полдоговоров, вот этого у вас нету, этого нету, это у вас не так написано, это хуже, это хуже, а вот это лучше. Вопрос лучше хуже решается вот таким образом, путем сравнения. А с чем будем сравнивать? У нас есть люди, написавшие хоть один коллективный договор? Я участвовал, но я тоже не написал. Участвовал, я участвовал в этом, в том числе договоре, участвовал в переговорах и так далее, так сказать, вот проект вот я участвовал, вдвоем мы делали с Федотовым проектом трудового кодекса, это да, а потом мы из трудового кодекса сюда заворачивали в коллективный договор соответствующие положения. Если мы хотели такое законодательство, которое улучшает положение роботов, как мы же, естественно, его, если не получилось провести на уровне всей страны, то на уровне отдельного коллектива можно? Почему? Потому что в коллективном договоре может быть лучше, но не хуже. Поэтому это вот, вот сейчас говорим мы о политической составляющей социально-трудовых конфликтов. Смотрите, с чем мы имеем дело? И вот по итогам вашего доклада мы имеем дело с локальным нормативным актом. То есть это норма права. Причем норма права, которая признана, вот если возьмете, читаете, если это как в соответствии с коллективным договором, как указано в коллективном договоре. То есть это признана норма права. То есть вы занимаетесь, Если вы пишете и участвуете в этом процессе, вы занимаетесь нормотворчеством. Представьте, что на большинстве крупных предприятий в коллективных договорах появилась какая-то норма. Это давление на Думу, на всех остальных. Давайте тогда соответственно можно такую норму установить в коллективном договоре, что предприятия своих работников отправляют на пенсию и платят за 5 лет. Вот сейчас приняли реформу, на 5 лет продлили, а она их отпускает и 5 лет платит им пенсии. Может? Может. А у нас, я вам приведу пример совершенно с точки зрения финансовой возможности. Очень сильный. Значит, есть такой Мельниченко у нас, миллиардер. Он вот есть в Нинамысской его предприятии Азот. И вообще у него есть ряд предприятий Еврохим. Вот по предприятию Нинамысский Азот, значит, данные такие, 24 миллиарда получено прибыли, а 900 миллионов затрачено на зарплату. Доходы, вернее, доходы получены. 24 миллиарда, 900 миллионов потрачено на зарплату. То есть ему там установить пенсию вот этим, во вредных условиях там работает. Есть вот, я прям знаю человека, у которого там горло обожено там. На химическом производстве работает раз, пыхнуло, и всё. И у него горло повреждено. И пенсию будут платить 5 лет. И всё это совершенно спокойно может быть оплачено, и у него будет гигантская прибыль. Ну так жадные не платят. То есть нет ограничений. То есть подход может быть такой. Давайте мы будем предлагать, там, ДУ. Так вы поднимайте этот уровень защиты работников где-то на разных предприятиях, но тогда закон само собой получится. Зачем тогда? Тогда давайте оформим это законом. Например, есть статья Трудового кодекса о том, что вот если вам более 15 дней не выплатили зарплату, вы можете прекратить работу. Нет, не прекратить. Приостановить работу. Уведомство в этом администрации до выплаты зарплаты. Этому предшествовали такие стихийные забастовки, никакие никем не организованы. Вплоть до того, что люди садились на рельсы, на Транссибирскую магистраль и поездами ходили. Потому что, ну, это жить невозможно было. Полтора года они платят зарплату. Все, этот вопрос урегулирован. Сейчас, например, те люди, которые 3 месяца или 4 месяца не получают, и потом они остановили работу. А что вы остановили? Вы бы давно, 3 месяца назад, переостановили работу, сидели бы, читали капитал и ждали, когда вам принесут бумажку, на которой написано, что, уважаемый Иван Петрович, приходите завтра на работу, вам будет выплачена зарплата. 142-я статья Трудового кодекса. Чтобы такое появилось, оно должно появиться где-то в жизни. И уголовная ответственность есть за невыплак зарплаты теперь. Что вот Рогозин применял, в связи с тем, что не выплачивали 120 миллионов, не выплатили зарплаты тем, кто строил космодром Восточный. Украли там миллиарды, а зарплату они выплачили 120 миллионов. Ну и 25 уголовных дел там заведено. То есть уголовные дела можно заводить по этим делам. То есть мы, в соответствии с тем, как называется курс, политические составляющие специальных конфликтов. Люди, которые этому научились, они могут делать законы, творить, заниматься законотворчеством. Потому что они могут написать не то, что мы против, они могут написать как надо, что надо сделать. Они отвечают на вопрос, что надо в жизни изменить, и от чего будет лучше, от чего хуже. Отличают хорошее от плохое. И не просто отличают, а они могут конструктивно предлагать. Если они могут конструктивно предлагать, они могут другим людям передать. Если другим людям могут передать, значит другие люди могут на этой основе сорганизоваться. А если они могут сорганизоваться, они могут подключить уже не только экономическую борьбу, но и политическую борьбу. Ну а если этого нет, то люди, так сказать, остаются, ну вроде как они, ничего в них нет, никакой возможности. Так или нет возможности, или не поставили себе задачу. Вот те, кто ставит себе задачи, то те так или иначе выигрывают. А те, кто проигрывает, они чаще всего никаких жизненных задач, таких крупных, не поставили. Если вы хотите сильно вырасти, развиться хотите, должны маленькую задачу взять и решать, или крупную. Ну, крупную и последовательную занимать. Да, а если мелкие люди, они мелкие задачи решают. Я и это могу зануться, я могу бумажечку вот так вот сложить, я могу еще карандашиком взять, птичку поставить. Если такие вот мелкие вещи будут делать, и сам будешь человек мелкий. Крупные люди, это же не по размеру, это потому, по размаху. Вот это вот, то есть мы и доводим, рассматриваем эти коллективные договора, это вообще настроение, на что люди настроены, на то, что они предлагают и добиваются улучшения жизни, или плачут, и плачут, что у нас плохая жизнь. У нас вся страна плачет сейчас, плачет, плакающие. И что хорошего? И что, особенно в России, из такой истории, здесь столько было, и войны революции, и тут все плачут. Нам не дают, нам ухудшили. И так они противно выли, что и правда их побили. Это есть такое стихотворение, что была такая песня, нас побить, побить хотели. И про нее есть стихотворение, что, или что, дескать, поют, эту песню и так взаунывно. И так они противно выли, что и правда их побили. То есть, ну что, кто будет уважать тех, кто собирает митинги, мы против. Так еще бы не хватало, чтобы вы были за. У вас все отбирают, я у вас сейчас отберу, деньги есть, давайте сюда. Я против. Я, естественно. Кого вы удивили этих, что вы против. То есть, у людей отбирают, а они начинают говорить, мы против. В этом вообще нет никакого созидания. Если я против, неизвестно, за что я. В чем моя позитивная программа, что я предлагаю. Потому что сколько существует направлений деятельности, кроме вот этого, которое свершилось? Бесконечно много. Так вы в каком направлении пойдете, мы не знаем. Не знаем. Но если человек написал что-то, вот как-то он направление делает. То есть, скажем, написать проект коллективного договора, это определить свое отношение к чему? К жизни трудящихся. И к нашей экономике. И к тому, как действовать в тяжелых условиях. Не в тех условиях, которые придуманы. Я вот посочиню, что, а если бы я был директором, если бы я был премьер-министром, если бы я был этим. Хотя мы знаем, что отсюда выходят и премьер-министры из нашего университета, и президенты, и министры обороны, и главы администрации, товарищ Иванов, был сфилфат, который был главой администрации, Сергей Борисович. Так что, это, тут как раз отсюда все это и идет. Ленинградская команда там сидит. Поэтому мы должны это видеть, и я думаю, что вот это побудило и Александра Ивановича поставить такой курс политические составляющие социально-трудных конфликтов, что не так дело стоит, что мы будем рассказывать, как помириться, а как какое-то серьезное дело, там, серьезную задачу, которую уже носят не экономические, только политические акции, как ее продвинуть. А продвигать ее можно вот и снизу. Если вы ее продвигаете, ваша поддержка будет, будут люди. Если вы выразили их интересы. Если вы интересы их не выразили, мы это не надо, то и не поддержат. Так вы еще объясните, что это им надо. Поэтому, если вы придете вот с таким проектом, и у вас не будет странички, которые вы в обеде на перерыв просто считаете, раздадите и скажете, кто за это, поддержите, проголосуем. Кто за? А он говорит, а что это означает? А ничего не означает, ваше мнение. Проголосуем. Я такие голосования устраивал, когда выступал на заводах. А сразу два человека куда-нибудь так, с бочком-бочком за дверь. А что кто знает этих голосов? Я говорю, ничего не означает, просто ваше мнение такое. За или против? За. Так что это очень важно. Ну что, спасибо вам большое. Есть еще герои? Ну, я не знаю, у меня есть коллективный договорный, смотрите, 2008-2011 год, но у нас осталось 25 минут. А вам сколько надо? Как вы считаете, срок? У вас какой регламент? 25-25-то можно, конечно, да. Если я вас не буду перебивать, то вы уложитесь. Я надеюсь. Если не уложитесь, то я виноват. Опять хорошо, опять вы выиграли. Фамилия, имя, отчество. Ритро Константин Владимирович, у вас тут есть наши списки? Нету. Вы, наверное, староста? Нет, не староста, староста Владислава Белого. Но он в последнее время очень... Он скрывается. Да. Ну, как все руководители, революционеры, скрывается, наверное, в Шушенском. Так, ладно, как я уже сказал, это коллективный договор закрытого акционерного общества, 1-й контейнерный терминал на 2008-2011 год. Но надо учесть, что он был продлен еще на 3 года и закончился в 2017 году. Так что он свежий. И по данным, которые я уже говорил, вот доклад, который у нас был сделан, что тот, который новый, он хуже по условиям, чем этот. Я об этом хотел сказать. Поэтому мы его вообще не отправляем куда-то дальше, а наоборот, так сказать, видим, что было лучше, стало хуже. И как бывает на самом деле в жизненной борьбе. Я, к сожалению, новый договор не читал, поэтому я не могу точно сказать, в чем там, в принципе, загвоздка заключалась в том, что новый договор хуже. У нас есть люди, которые читали. У нас, вот, да, Влад читал. Если что, он доскидку снижает. Он на сайте московского отделения фонда Рабочая Академия. Начал с начала 17-го года, 17-й, 21-й, да? 17-й, 19-й. Так, да, тут еще, конечно, жалко, что этот коллективный договор не нашел в онлайне, то есть в сети. В онлайне он на сайте фонда Рабочая Академия. Ага, вот именно этот, да? Этот, этот на сайте фонда Рабочая Академия. А вот на сайте московского отделения фонда Рабочая Академия, пишите там, регионально, московское отделение фонда Рабочая Академия. Открывается сайт и там коллективный договор. Да, конечно, в онлайне было бы удобнее читать в онлайне. Держитесь, товарищи. Да, просто я, к сожалению, такой занятой человек, что, ну ладно, в общем, поехали. Поэтому я вам показываю сразу решение вопроса. Да, 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 да. Введение в оценку противоповедения. Ну, здесь пункт о том, что вот этот настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, является правым актом, регулирующим социально-трудовые и связанные с трудовым и иные отношения между работодателем и закрытым лицами. Ну, это не то, а читайте всякие проходные места, которые никакого значения не имеют вообще. Я просто вводную короткую даю. Так это вводная ничего не означает. У меня никакого содержания нет. Еще бы не хватало, чтобы этот самый договор был не в соответствии с законом. Ну, это понятно, да. Просто там еще о Трудовом Договоре есть упоминание в ГЗОТе также, но это ладно. Это не трудовой договор, это коллективный. В смысле, коллективный договор. Трудовой договор это с одним работником заключается. Так, ну, вот что тут по обязанностям сразу пройдемся. Тут разделены обязанности работодателя, правкомов и работников. Работодателям обязуются соблюдать трудовые и связанные. Да, это тоже проходные места, зачем мы поедем проходить. Да, то есть, что меня привлекло внимание, к чему можно придраться, не допускать любую дискриминацию работников. То есть, здесь не раскрыта вообще понятия дискриминации. И оно в последнее время, это понятие трактуется довольно-таки вольно. То есть, что такое дискриминация. Дискриминация – это когда… Работников – это хорошо. Чем вольнее трактуется, тем лучше. Что вот мне, условно говоря, не нравится, что является дискриминацией, или там есть какие-то объективные критерии, которые не зависят от субъективного восприятия. У нас же есть толкователи. Вот профсоюз будет толковать, что если вы работник, то будет трактовать, что вы подвергаетесь дискриминации. А работодатель говорит, что ничего подобного, все по закону. Это спор такой будет продолжаться. Он же не кончится с принятием коллективного договора. Ну, а сам принцип такой установить здесь неплохо, правильно, чтобы не было дискриминации? Ну, наверное, просто здесь, конечно… Потому что дискриминация – это что такое? Неравенство. Здесь, конечно, бы детализацию побольше сделать, чтобы было понятно, что действительно считать дискриминацией. Ну, вы скажете, мы не можем такой здоровый договор прочитать. Ну, тут, в принципе, по основным обязанностям все понятно. А вот вам понятно, почему обязанности работодателя перечисляются, а работников мало вообще? Тут, в принципе, также и работников тоже упоминается, причем достаточно тоже много. Нет, я думаю, не сравнивать. Вот все вот это – это вся обязанность работодателя. Вот это все, правильно? Так. Да. А у работников ничего. Раз, два, и все. Так что, где? Может быть, это дискриминация работодателей? Не знаю, мне, если честно, трудно дать какой-то вам конкретный ответ по этому вопросу, но… А вот я вам докладываю, как человек, который еще и читает бакалаврам. Только что вот у меня были занятия сегодня, девочка выступала, бакалавриата, говорит, что это ясное дело, потому что работник, работник, он должен выполнять любые указания, приказы администрации, работодателя. То есть у него бесконечно много обязанностей. А вот если здесь не будут перечислены обязанности работодателя, у них не будет никаких. Все обязанности, которые у него есть, это вот здесь. Ну, в законе, само собой, и вот здесь. Поэтому вот здесь и перечисляется. Дескать, а почему мало отношений по отношению? Да потому что работник и так все выполняет. Кто вы на работе? Что скажут начальники, то и будете делать. А иначе вы не выполнили распоряжение, и все. Если что, за ворота. Дальше что здесь можно еще сказать? Здесь также меня привлекло внимание, можно сразу чуть-чуть перескочить дальше. По-моему, Влад, когда Владислав Белок вам докладывал по новому коррективному договору, там в списке продуктов, которые необходимо выдавать работникам, которые занимаются опасным производством, не было. Они были установлены нормы, то есть сколько там условно молока, сколько боржомия, как заменители и того, и другого. Здесь все это прописано. У меня, к сожалению, не делал никаких закладок, потому что я не хотел никаким образом как-то внешне изменять этот документ. Замечательный, но там так и тем не менее это указано, то есть в отличие от нового договора, где в принципе просто какие-то общие положения написаны по поводу того, что ну вот можно давать работникам, которые занимаются опасным трудом молоко один раз в день, но не указано сколько. Не укажете сколько, ведь сейчас молоко есть и в таких вот, знаете, есть для грудных, в таких баночках. Можно пол-литровые, можно литровые, большие есть бутылки. Поэтому если не напишешь, будет маленькое, это уже проверено. Если не сказано сколько мандаринов, будет один. Если не напишете, что шоколадное, шоколад, а не сахарная плитка, соевая, будет соевая плитка. Вот к Новому году детям проверено, поэтому вот они тут писали докеры, они знают, надо написать. Вроде бы, ну что вы пишете, там расписываете, сколько давать к Новому году в подарки, чего. Ну вот, к сожалению, это видно. Так, а здесь по рабочему времени тоже еще где-то можно пройтись. Я увидел некоторые странности, которые привлекли мое внимание. Так, здесь вот при наличии медицинской рекомендации освобождать докеров, механизаторов и рабочих механизаций от работы в ночную смену остальных работников при наличии возможности. Тут мне интересно, если смотреть с точки зрения работодателя, не сможет ли работодатель каким-то формальным признаком придраться к медицинской рекомендации, сказать, что она там неправильно как-то оформлена. Он не специалист, почему они, вот он может придраться к позиции работников там, профсоюза, сказать, ну вы же не специалисты, что вы там. А тут нет, они приходят, поэтому они за счет профсоюзных денег иногда вызывали медиков, эти медики оценивали условия. В частности, раньше у них не было, радикулит не был оформлен как профзаболеваемость. Они целую, так сказать, работу провели, несколько лет на это потратили. Значит, заключение получили врачей, соответствующих институтов о том, что это профзаболевание, а не просто у меня заболела спина. А профзаболевание получается очень просто. Вот представьте себе корабль, а в трюме лежат эти окорочка куриные, замороженные, и все, тут мороз. Ваше дело очень простое, вы докер, вы 30 килограмм, ну что-то 30 килограмм поднять и положить на поддон, вот сюда. Ничего, не ходить не надо, поднять и положить. Правда, есть опасность, что это потом обрушится на вас, поскольку тут как пятиэтажный дом, этот трюм, этого корабля. Но это же другое. И, в общем, вам ничего не надо, это как даже полезно. Нагнулись, разогнулись, нагнулись, и так 1200 раз за смену. Ну еще можно пальцы себя отпорить. 1200 раз за смену, это вам гарантированно, у некоторых будет радикулит с гарантией. Потому что у вас вот испарено, а температура минусовой. То есть до сих пор такие практики есть, что докеры сами, то есть нету нейропатизации ничего? Конечно. Ну а тут все механизировано, смотрите, все механизировано. Они поднимают краном, потом там погрузчик. На погрузчике дохер выезжает прямо в вагон. Но при этом въезжает в вагон на погрузчике, там такой грохот, что вот, скажем, у председателя правкома на днохо был глухой сотоварищ Саш. И другой товарищ, там Тимофеев, зампредседателя правкома, тоже полуглухой. Потому что там такой грохот, что в итоге получается. А это все механизировано. Все механизировано, вообще все хорошо. Ну вот, я как раз нашел, называется, перечень работы профессии работников за первый контейнерный терминал, в котором в связи с вредными условиями труда выдаётся молоко или другие равнооценщие продукты. И тут есть пункт, которого нету в новом договоре, пункт под названием примечания. И тут 1, 2, 3. То есть, молоко, пектино-содержащие продукты и минеральная вода выдаются рабочим и служащим при работе более 1 часа за смену во вредных условиях труда. За рабочую смену, независимо от её продолжительности, выдаётся пол-литра молока или пол-литра кефира, а при их отсутствии пол-литра простокваши или ациллофелина на 1 талон. Да, и вот как вы думаете, работодатели настояли, чтобы выбросить отсюда конкретные указания, что они больше будут давать или меньше? Можете, пожалуйста, повторить вопрос? Ну вот в новом договоре этих цифр нет. То есть, рабочие говорят, ну зачем это говорить? Давайте это не будем писать, сколько там, пол-литра или что, или сколько грамм. Не надо мельчить. Давайте не будем это указывать. Как вы думаете, теперь это больше становится? Ну, ещё что меньше, конечно. Конечно, меньше. То есть, но докеры точно знают, не укажешь, будет меньше. А так, ну и дальше вот. Это вот, то есть, это требование получается к составлению пол-договора. Что здесь нельзя ограничиваться общими рассуждениями и пожеланиями. То есть, надо всё это дело указывать, чтобы можно было проверить и поймать за руку. Если вам скажут эту спецодежду, то вам это делают какой-нибудь... Деживик там, да. А? Ну, деживик делают какой-нибудь. Или вам нужно с таким носком, там грузы поднимаются, и всё время они падают и прочее. Вам нужно с металлическим носком, а вам сделают удобные кожаные ботиночки. Упадёт что-нибудь на ногу, и всё, и вы без ноги. А так упадёт, и вы с ногой. Разница есть. Вот тут ещё указан интересный пункт в этой примечании. Запрещается денежная компенсация вместо молочных или пектинно-сторожащих продуктов. Потому что пойдут и купят себе курю или водку вместо молока. Ну так или не так? Очень логично. Это же все понимают? Всем очевидно, да. И вы себя показываете, имеете в виду себя? Нет, я вообще не пью, ты что? То есть, молоко не пьёте? Понятно. Я не курю. Ладно, дальше. Работникам, контактирующим с неорганическими соединениями свинца, дополнительно к молоку, выдавать 2 грамма пектина, в виде обогащённых им консервированных растительных пищевых продуктов, фруктовых соков, напитков. Фактическое содержание пектина указывается заводом-изготовителем. Допускается замена этих продуктов натуральными фруктовыми соками с мякотью в количестве 250-300 миллиграмм. При постоянном контакте с неорганическими соединениями свинца рекомендуется вместо молока употреблять кисломолочные продукты. В случае устранения вредных условий труда, что фиксируется по согласованию с правкома, при аттестации рабочих мест настоящие льготы снимаются с 1 числа 1 месяца, следующего за месяцем проведения аттестации. Я, к сожалению, не знаю, как именно влияние оказывает свинец на организм человека и почему именно нужно употреблять кисломолочные продукты в этой связи. Но я так понимаю, что это все согласовывается. Это известные медицинские рекомендации, при соблюдении которых вред для организма будет меньше. То, чтобы у вас вообще не было вреда, если вы в вредном производстве, такого не бывает. Но вред будет меньше. А если этого не будет, вот то, что здесь прописано, то вы пойдете лечиться. А как вы понимаете, одно дело укреплять здоровье, а другое дело лечить болезнь. Что вы предпочитаете? Вот судя по вашему высказыванию, что вы не курите, не пьете. А тот, кто не курит и не пьет, то здоровенький умрет. Но здоровенький. То есть, понятное дело. То есть, если это не написано, значит, и вот эти все такие пункты повыкидывали в новом проекте. Не в новом проекте, а в новом договоре, который по итогам переговоров. То есть, не удалось отстоять. Да, дальше. А дальше у нас в приложении, что интересно, есть режим рабочего времени работников. Здесь, в принципе, ни к чему придраться. Я лично не нашел, к чему придраться. Ну, если смотреть с точки зрения работника, конечно. Можно я придраться? Давайте. Вот у нас всего за все время существования нашего государства всего было, собственно говоря, можно сказать, два, ну, три раза, когда сокращалось рабочее время дневное. Первое это было после Морозовской стачки в 1897 году в Царской России. До этого не было государственно установленной величины рабочего дня. И установили норму 11 с половиной часов раз. Она просуществовала, эта норма, до какого периода? Полагаю, что до революции. В смысле, ну, уже... У нас в 17-м году было две революции. Которая произошла в октябре. Ну, сейчас говорят, переворот, революция. Всякая революция, переворот. Не всякий переворот, революция. Значит, так вот, когда был установлен и кем восьмичасовой рабочий день? Ну, путем исключения, я предполагаю, что это уже февральская тогда получается. Так февральская кто устанавливал-то? Временное правительство получается. Прямо, не получается. Временное правительство занималось тем, чтобы послать народ на войну. Ему не до этого было. Рабочие установили себе восьмичасовой рабочий день. Явочным порядком. Причем, говорится, что такое забастовка? От какого слова? Баста. Баста. А баста это что значит? Хватит. Хватит. Ну, восемь часов поработали, хватит. Пошли домой. И все. И после февральской революции в Петрограде рабочие перешли к восьмичасовому рабочему дню. А что сделали большевики в октябре 17-го года? Полагаю, что законодательно закрепили. Да, закрепили законодательно. Ну, разница есть. Кто сделал, а кто закрепил. Закрепил, это не большевики же сделали, это большевики оформили то, что было сделано. А дальше у нас в 27-м году переход был к семичасовому рабочему дню, а потом в связи с войной снова переход к восьмичасовому. И с того времени, так вот до сего времени, производительность труда в десятки раз выросла, в десятки раз. И у нас зарплату вырабатывают люди за первый час работы, работники, рабочие. То есть из восьми часов один час – это необходимый труд, а с семь часов прибавочный труд. Ну, раз вырабатывает, и хорошо. То есть наступило время, когда можно меньше работать, меньшее время, и тогда, может быть, и такие вот вещи не потребуются в таком количестве. Почему? Потому что что такое уменьшение рабочего времени, особенно при вредной работе? Меньше тяжёлая работа она, у вас тяжёлая работа не восемь часов, а шесть. Меньше вредности, потому что у вас вредности вы подвергаетесь не восемь часов, а шесть. Меньше опасности, потому что у вас вот в последние часы и бывают как раз травмы, нарушения и прочее, когда человек, особенно в ночные часы, восемь часов ночью не спать и работать. И это делается десятилетиями. Поэтому в этом вот коллективном договоре никакого движения в этом плане нет. Более того, это вот, если брать ещё предыдущий договор, по рабочему дню нет, а вот по отпуску, а представьте себе, человек тяжёлой такой работой занимался, и вредной, а у него отпуск был 55 дней. И в один прекрасный день их сманила администрация. И я вот был свидетелем, как консультант квартального комитета, что они начали с восхищением рассказывать, что им предложила администрация, из бывших бандитов, которые стали вдруг миллионерами, предложила им большое повышение зарплаты, если они уберут эти 55 рабочих дней отпуска, так раньше бы рабочих дней считалось, и перейдут к 30-дневному отпуску. Я им пытался объяснить вроде бы такую простую вещь, которая всем понятна, что если вы имеете 55 дней отпуска, то вы можете 30 дней отдыхать, а ещё 25. Вы можете работать в другом месте, получать деньги. Отпусканные само собой получите. За эти 25 дней, немаленькие. И ещё получите зарплату, если уж вам так надо, вот деньги. А так вы ничего не получите. Вот 30 дней и всё. И деньги ваши скоро съедят. Я им, ну что вы там, деньги, деньги же это деньги. Только они это записали, выкинули из коллективного договора. На следующий год сразу, помните эти времена Гайдаровская, Ельцинская? Раз, в 92-м году. Я, к сожалению, у меня ещё не был тогда, я не помню. Вы сейчас уже, к счастью, можете открыть, и на 92-й год набрать фамилию Ельцин, и узнать, и Гайдар. И узнать, что рост цен был 2500%. 2500%. Поэтому ничего, следа не осталось от повышения этой зарплаты. А теперь попробуй добейся, вот сейчас, можете себе представить, кто сейчас может добиться 25 дней к отпуску? Вы такие знаете, организации? Я таких не знаю. Я увидел, когда, я сам поразился. Это докеры добились тогда ещё, когда переходное время было. А сейчас попробуйте. А вот вернуть невозможно. Ну, не то, что невозможно вообще. Ну, так вот, во всём вот этом прекрасном договоре нет сокращения рабочего дня. Я так понимаю, по сравнению с остальными нормами, которые у нас в государстве? Нету. Но это самое насущное, потому что это сразу решает все вопросы. И вредность, и монотонность, и загазованность, и заполевонность, и опасность. Всё это сразу решается. И свободное время, потому что время для свободного. Если хотите отпускать, или вы долго работаете, лечитесь, либо идите, погуляйте по сосновому лесу. Два часа вам даётся на прогулку. Как вы понимаете? Вот у нас есть парк, сад, зимний сад есть, летний сад есть, пожалуйста, идите гуляйте. Что лучше будет? В литейном цеху работать или гулять два часа? Ну, поработали шесть часов, идите погуляйте, подышите воздухом. Нет, будете работать. И сверхурочность. Сколько у нас, думаете, сейчас рабочий день? По факту. Рабочая неделя сколько часов? 40, да. А? По факту. Не по закону. 48, да? По закону у нас не 40, по закону до 40, а по факту 48. Среднее по России, это по расчётам, которые сделала Высшая школа экономики и Академия государственной службы и народного хозяйства при президенте же. 48 часов. То есть в обратную сторону идёт. А здесь никакого вот... А как это можно было сделать? Во-первых, за сверхурочные работы можно установить там, не как сейчас, давно уже, только двойную работу. Первые два часа в полтора раза, потом в два. В четыре. Ну, если вам очень надо, платите в четыре раза больше. А так вообще лучше люди бы не работали, а отдыхали бы. Это нормально. И работа в выходные дни, то же самое, сплошь и рядом. Вот. Люди не имеют свободного времени. Особенно ещё и с транспортом такой, что теперь полтора часа люди наработают с работой. Нет свободного времени. А свободное время – это время для свободного развития. Поэтому эта задача вот здесь, она не решена в этом коллективном договоре, к сожалению. А право, пожалуйста, вам государство позволяет. До сорока, хотите десять, установите часов, будете работать в неделю, хотите двадцать, хотите тридцать. Пожалуйста, нет никаких ограничений. Как хотите. Хотите отпуск, сделайте шестьдесят. Обычай мне. Но если вы не провели переговоры, не организовали соответствующим образом разрешение коллективного договора, не сделали конфликт с такой созидательной целью и задачей, то раз вы не хотите, значит, вам этого не надо. Раз этого не надо, так зачем я его буду навязывать? Вот и все. Так что вот есть такой недостаток общий. И это недостаток не только этого колл-договора. Этот колл-договор во многом продвигает ситуацию по сравнению с тем, что есть в законе. А, как правило, коллективные договора – это просто выдержки из трудового кодекса, которые тем самым ничего не меняют вообще в его положении, они как бы и не нужны. А никто и мы и тогда и не руководствуются, и не пользуются, потому что там ничего нет, пустышка. Так, дальше, дальше. Здесь указан, собственно, перечень профессий, работы, должности, с вредными условиями труда, работы, в которых дает право на дополнительный отпуск, а также порядок предоставления, собственно, этого самого отпуска. да, здесь я так быстро просмотрел. Здесь мне, в принципе, все понятно, кроме одного пункта, я просто не очень в него вчитывался. При увольнении работника или при переходе его на работу с нормальными условиями труда дополнительный отпуск пересчитывается за время, фактически отработанное работником во вредных условиях труда за прошедший год. То есть... Ну, если человеку есть льготы, то он эти льготы получит за то время, когда он работал. А за то время, когда он работал на нормальных условиях, он льготы не получит. Это понятно. Ага, да, да, да. Все. Да, тогда, я думаю, поэтому вопросов нет. У меня, по крайней мере... А, ну, и здесь также предоставленные рекомендации. Сейчас вот это очень важно все. Почему? Потому что в 2013 году был так называемый sold, введена система специальной оценки условий труда, которая совсем по-другому принципу была сделана, как до этого. До этого было как? Есть бы государственные организации. Они приходили, замеряли там влажность, температура, вибрация, электромагнитные колебания и определяли, какой уровень вредности, насколько, сказать, отрицательное воздействие. Сейчас по-другому. Я предприниматель, я заказываю специализированную организацию, вот он работает, он на этом деньги делает. Вот, ему плачу. Он приходит к вам на рабочее место и выясняется, что у вас курорт. И все, что у вас там было, все это вредно, все это ерунду, все это выбрасывают оттуда. А профсоюз, если он тут и присутствует один, он как бы в одиночестве. Это специализированная организация, лицензированная организация. Но плачу я деньги, я. А кто платит, тот и заказывает музыку. Ну вот и все. Вот и музыка сейчас такая, что вот у нас, скажем, 11 тысяч человек работает в Ленгор электротранс. У них посыпались все отпуска, всякие продленные улетели, всякие льготы, которые были до этого. Они же подвергаются все время там излучениям, связанные с тем, что постоянные разряды электрические, а кондукторы, они находятся в такой обстановке, когда они все время как бы сопролезают между больными в том числе. А тут миллионы ездят. И поэтому болеют очень много. Поэтому а у них все теперь хорошо. Это страшно. И началось это в 13-м году. И так тихо было сделано, что никто и не заметил. Вот сейчас пенсию все заметили. А как у них забрали всякие льготы, массовом порядке по всей стране. В общем, вдруг потом обнаружилось, что у тебя и это и нет льготы, и то и нет. И каждый индивидуально вдруг обнаружил, потому что когда я его коснулась. Так что вот это вот вопрос. И это вопрос тоже политический. Почему? Потому что это же государственное установление. Что это за салт такой. Кому неизвестно, что тот, кто заказывает музыку, тот ее и получает. Всем известно, разве можно было сделать, чтобы это не специально уровень. То же самое оно было в отношении изучения темпов экономического роста. Стат. Управление подчинили Министерству экономического развития. И сразу цифры стали другие. вроде бы как у нас и рост появился на бумаге. Ну, время наше и стекло. А то вы скажете, что мало того, что я во вредных условиях тут сижу, то еще вы это и продлеваете. Да. Спасибо большое вам. Выпишите. У нас еще остались докладчики, да? Да. Идем. Идем. Идем.